Крым – это Украина. Так когда-то заявлял даже сам Путин. Крым не является никакой спорной территорией. Но это внутриполитическая проблема самой Украины. Но на сегодняшний день его риторика изменилась. Крым под оккупацией России уже девятый год. Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. На днях в сети распространялось заявление британской разведки якобы о том, что Путин готов вывести свои войска из оккупированных украинских, Херсонской и Запорожской областей, дабы сохранить российский флаг в Крыму. Но спешим сообщить, это заявление фейковое. Британская разведка, она не оформляет таким образом сообщение, оно было оформлено вчера. То есть, если внимательно присмотритесь, вы увидите, а, переносу слов, а, вообще, в принципе, англичане, да, в отличие от русских, украинцев, они не используют переносу слов, они пытаются умещать свободную строку. Это во-первых. Во-вторых, там есть ошибки. Ну, плюс ко всему, обычно британская разведка, она анализирует факты. То есть, она там какие-то предположения, прогнозы в своих сводках не дает. Как заявляют эксперты, российская армия начинает все больше обороняться в этих областях. Жест доброй воли там явно не планируется. Мы видим оборонительные сооружения и в Запорожской области, мы видим оборонительные сооружения и в Херсонской области. То есть, они готовятся обороняться по всему югу Украины. Ну, включая, безусловно, и Крым. Торговаться и разменивать территории не входит в планы диктатора. По поведению Путина можно понять, что идти на переговоры Россия согласна, но не для мира. Так называемая вторая армия мира выдыхается. России явно нужна пауза. Ну, хотелось бы заключить какое-то перемирие, но не с тем, чтобы обеспечить какой-то постоянный мир с Украиной. А с тем, чтобы получить передышку, и там в ближайшее время какой-то непродолжительный столк втрить свое наступление уже более с выходных позиций. Тут уже начиная с Запорожской области, с Херсонской области и так далее. Не будет побед, не будет и Путина. Чтобы сохранить свое лицо, диктатор может идти до конца, любой ценой выгрызать хоть какую-то из территории. Главная задача для Путина является сохранить те территории, которые он захватил, и по возможности присоединить к Российской Федерации физически всю Донецкую область. Вот после этого, очевидно, он может там пытаться выйти на какое-то перемирие. Но говорить о том, что он там захочет добровольно вернуть Крым, добровольно вернуть Донбасс, добровольно вернуть сухопутный коридор в Крым, нет. Крым устойчиво остается путинской любовью, за которую точно будет бой до последнего. Там оккупанты также готовятся к приходу ВСУ. Оборону российская армия укрепляет как может. На территории создается все больше окопов, фортификационных сооружений, а также массовый своз ПВО. Создание логистической базы, склады, то есть большое количество складов, еще больше, еще более стыщенных, еще более масштабных, тянут оружие, тянут боеприпасы. Крым давно уже был такой военной базой, хабом, а сейчас еще больше. И все не зря. Взрывы на военных базах и аэропортах повышают панику как среди ватного населения, так и среди военных. Российская армия на оккупированных территориях Украины не сможет чувствовать себя в безопасности, даже если они в глубоком тылу. И ВСУ им об этом достаточно часто напоминают. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, с учетом нынешних обстоятельств в вопросе освобождения Крыма, Украина не может руководствоваться стратегией, которую государство поддержало в 21-м году. Тактика меняется. Она предполагала дипломатический путь, Данилов об этом говорит, он там специально отмечает и говорит, что она дальше предполагает другие меры. По всей видимости, это и идет речь как раз о военной составляющей. По словам экспертов, контрнаступление в Крыму может быть скоро. И на это указывает множество факторов. Такая оборона полуострова и паника как среди военных, так и среди населения дает сигнал России. И всему миру, что ВСУ делают все верно. Политическим или военным путем полуостров все равно вернется в состав Украины. Крым – это Украина. И скоро диктатуре РФ придется с этим смириться.